Только лучший таксопарк, только таксихайп. Ждем именно тебя в WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за три секунды, выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Под конец, конечно, глаза уже просто, под конец смены, просто сношаются на переносице. Соображать тяжело, еще в Питере такая погода мерзкая. Все здесь сегодня шел дождь, просто с какими-то подвываниями, ветром и всякой остальной ботвой, блин. А вон там чувак стоит. С какой-то ботвой. На башку давит так, что просто вилы. Просто вилы. Здравствуйте. Здравствуйте. На трамвайный? На трамвайный. Пристегните, пожалуйста. Я думаю, не обязательно. Ну, вам не обязательно, а мне обязательно. Потому что, во-первых, это правила такие, да, не я их придумал. Это как минимум. А во-вторых... Во-вторых... Да здесь вообще даже вторых нету, третьих. Это не обсуждается. Вы садитесь вперед, вы пристегиваетесь сзади-то надо. Успокойтесь. Я вообще люблю пространство свободное. И я всегда, сколько такси заказывал, постоянно езжу без замешка. Если что, если что, вы штраф заплачете. Не переживай. Знаете, в чем свободу надо любить? Свободу нужно любить в семейных трусах. Когда ветерок прохладный гуляет между ног, и свободно ничто не жмет. А что касается безопасности, то здесь нужно делать так, как мало того предписано, так и... Я не хочу спорить с вами, правда. Вы пристегнитесь. Ты классный чувак. Вот с тобой, знаешь, приятно общаться. Нормально. Вот давай в таком русле, вот пошутим. И вот как ехали, так и будем ехать. Ты лучше свою собаку пристегни. Меня не надо пристегивать. Я сказал, говорю, если что, я тебе заплачу. Если что. Ну, если какие-то ГАИ, штраф будут, какие-то проблемы. А себе на похороны потом как заплатить, если у вас уже не будет. Вот сейчас какой-нибудь баран выйдет. Ну, какой-нибудь дебил просто вот. И я в него впилюсь. И вы через стекло вылетаете. И что будем делать? Лучше за свою безопасность беспокойтесь. За мою... Говорю, не надо. Я сколько раз ездил, неоднократно. Проблема вообще не возникала. Нам спрашивают, говорю, не надо, ребята. Я не пристегиваюсь. Говорю, у меня будет принцип такой. Если что, говорю, я штраф заплачу. Там сколько? 500 рублей, там вообще без проблем. Раз в пятилетку бывает, то... Я сколько езжу, я даже ни разу не платил. Ммм, да? Да. Понятно. В общем, я вот пока мы еще по дворам только едем, да? Я вам рекомендую настоятельно пристегнуться. Потому что если вы этого не сделаете, то, соответственно, у нас будет два варианта. Извините, как тебя зовут? У меня Евгений зовут. У меня Александр. Давай не будем больше, потому что, ну, действительно, это уже вот это, ну, на дедня, она уже заебала. Ну, если что, у меня есть корочка, вот я покажу. Видишь? Что это за корочка? Да, разница. Корочка, хорошая корочка. У меня такие корочки, как бы можно... Говорит, давай не будем. Проезд, как говорится, разрешенные. Нет, ну, проблем. Корочка-то, может быть, у вас, ну, проблем, как бы... Где я говорю, что все будет окей? Я не готов так рисковать. Ну, вот мы сейчас... Еще у нас получится два поворота и... Кем будешь рисковать-то? За меня не беспокойся, говорит. Да я не хочу вести человека непристегнутого. Это уже... Это вы сейчас на какой-то принцип идете непонятный. Зачем вам нужно это вообще? Пристегнитесь и мы поедем. Это же не то, что я сижу просто и мозги ебу вам. Извините меня за выражение. Не надо так поступать просто, понимаете? У вас свои там корочки, понятия, еще что-то. Вы сели в машину, пристегнитесь. Тем более в чужую. Сами будете за рулем ездить. Как хотите, так и ездите. Понимаете? Сказал, говорю, я свободу люблю. Натягешь этот ремешок, дышать нечего. Это чисто принципиально. Это ремешок, а все равно не спасет. Насколько мы написали, и по телению показывали. Ремешок, а удавка. Все их надо отменить. Бесполезная. Да нет проблем. Вы хотите просто еще и ловите другую машину. Нет вопросов. Что значит выходить? Я не повезу вас с непристегнутым. Вы можете другую машину вызвать и там качать. Я не хочу под конец смены вот этой хигнёй заниматься. Правда. У вас понятие корочка. Вот хотите на корочке и езжайте. Садитесь прямо на корочку и вот езжайте, если вам нужно. Я не пойду. Ну, как не пойду. Я вас просто не повезу. Все, я сейчас сделаю. Закончу поездку здесь и все. Заканчивайте. Я все равно не пойду. До тех пор, пока не дойдете до места. Я вас довез уже до места. Место мое на трамвай. Это если вы соблюдаете все правила, а вы правила не соблюдаете. Ну, так и будем сидеть без проблем. Времени у меня очень много. То есть вы принципиальный такой, да? Вот прямо такой принципиальный. Ну, это вы на принцип сейчас пошли. На какой принцип-то? Есть правила, надо пристегнуться. В чем мой принцип-то? Я не хочу пристегиваться, вот и все. Давай поехали. Выходить не будете. Не буду выходить. Нет проблем. Нет проблем. Я вас не домой везу, если что, да? Чтобы вы понимаете. Пока дорога... Да-да-пока. Вот здесь уже не домой. А куда мы едем? Вам какая разница? Уж принципиальный. Ну, давайте, да. Без проблем. Мизель не жалко-то. Катаюсь. Я тоже с вами покатаюсь. Да. Город посмотрел. Я сам покажу город. Постепримечательности. К нам самому не стрёмно, да? Так себя вести? Нет, не стрёмно. Отлично. Да, наука вам будет впредь. На, на. Мне наука будет. Покатайтесь, бизит. Сожгете и... Давайте, давайте. Ну, смотрите. Вот здесь вот ГИБДД. Ну, я смотрю, пока мы сейчас снова туда на стачку езжаем. Нет, романьяка нет. Вот здесь, вот здесь ГИБДД. Вот я сейчас, короче... Ну, и что? А ничего, я вот здесь сейчас остановлюсь. Да? И, соответственно... Вас оставлю здесь и схожу в полицию. Ну, что? Как будем поступать? Я просто пойду в полицию сейчас. Скажу, что у меня вот такой пассажир, наглый, борзый, сидит, не хочет пристегиваться, еще выходить не хочет. И посмотрим, кто из нас будет прав. И вы свою корочку как раз можете продемонстрировать. Мне даже интересно, как вы продемонстрируете. Давайте я тогда схожу. Не-не-не, а вы давайте, чего? Козлина. И разговаривать так не надо. С тобой не надо. Да, где мы встретимся? Я тебе сказал. Где? Где? Блядь. Нахуй ты так делаешь? Блин, я толпаю. Нахуй. Почему каждый раз крутые, блядь, перцы с корочками? Матерящиеся и думающие, что за ними никто не пойдет. Сутся, блядь, в штаны, нахуй. Начинаю, блядь, рассказывать мне про всякие трудности детства и всякую остальную ботву. Как они меня все заебали. Это просто трэш какой-то. Эти принципиальные мудозвоны, которым не дают жены. Мудозвоны, которым не дают жены. Я еще стихами сейчас начну базарить. Вот так вот. Да. 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 Как ни крути, походу все проблемы подтягиваются к эротическому сценарию. Злые женщины без мужчин и гандоны, которым не дают телки. Вот так все пляшет вокруг взаимоотношения полов. Чувствую прям, чувствую прям по себе, чувствую. Генагрессия у меня очень развит, но я стараюсь с ним бороться. И вот с такими педиками. Кстати, много вот у вас встречается баранов, которые из принципи... Я принципиально не пристегиваюсь. В чем принцип? Принцип в чем? Что это за принцип? Я принципиально это вызов системе, блядь. Я плевал там на правила. В чем принципиальность-то, блядь? Ну, то есть, я хуй сможет, я что-то не понимаю, напишите мне, может, я дебил просто. Не могу понять. Ну, то есть, вот, чувак мог бы пристегнуться и доехать, да нет. Он выбрал путь каких-то ебнутых качелей с какой-то корочкой, которую в темноте вообще не понял, может, там, сука... Корочка, блядь, перворазрядника по шахматам. Хуй его знает, даже не видно ничего. Вот такие вы-вы... Я домой. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует...